Мы составили подборку характеристик боевых качеств наших солдат и офицеров и их противниками. Тадайоси Сакурай, японский поручик, участник штурма порт Артура. Несмотря на все наше озлобление против русских, мы все же признаем их мужество и храбрость. И их упорная оборона в течение 58 часов заслуживает глубокого уважения и похвалы. Среди убитых в траншеях мы нашли одного русского солдата с перевязанной головой. Очевидно, уже раненый в голову после перевязки, он вновь встал в ряды товарищей и продолжал сражаться до тех пор, пока новая пуля не уложила его на смерть. Штайнер, очевидец гибели 20-го корпуса 10-й русской армии, Первая мировая. Он, русский солдат, выдерживает потери и держится еще тогда, когда смерть является для него неизбежной. Фон Позек, генерал, Первая мировая. Русская кавалерия была достойным противником. Личный состав был великолепен. Русская кавалерия никогда не уклонялась от боя верхом и в пешем строю. Русские часто шли в атаку на наши пулеметы и артиллерию, даже когда их атака была обречена на поражение. Они не обращали внимания ни на силу нашего огня, ни на свои потери. Военный обозреватель австрийской газеты Пестер Ллойд, Первая мировая. «Было бы смешно говорить с неуважением о русских летчиках. Русские летчики более опасные враги, чем французские. Русские летчики хладнокровные. В атаках русских, может быть, отсутствует планомерность, так же, как и у французов. Но в воздухе русские летчики непоколебимы и могут переносить большие потери без всякой паники. Русский летчик есть и остается страшным противником». Франц Гальдер, генерал-полковник, начальник Генштаба сухопутных войск, Вторая мировая. Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека. Бросается в глаза, что при захвате артиллерийских батарей в плен сдаются немногие. Часть русских сражается, пока их не убьют. Другие бегут, сбрасывают с себя форменное обмунтирование и пытаются выйти из окружения под видом крестьян. Следует отметить упорство отдельных русских соединений в бою. Имели место случаи, когда гарнизоны дотов взрывали себя вместе с дотами, не желая сдаваться в плен. Эрих фон Манштейн, генерал-фельдмаршал, Вторая мировая. Часто случалось, что советские солдаты поднимали руки, чтобы показать, что они сдаются нам в плен. А после того, как наши пехотинцы подходили к ним, они вновь прибегали к оружию. Или раненый симулировал смерть, а потом с тыла стрелял в наших солдат. Гюнтер Блюментрид, генерал, начальник штаба 4-й армии, Вторая мировая. Русский солдат предпочитает рукопашную схватку. Его способность, не дрогнув, выносить лишения вызывает истинное удивление. Таков русский солдат, которого мы узнали и к которому прониклись уважением еще четверть века назад. Поведение русских войск даже в первых боях находилось в поразительном контрасте с поведением поляков и западных союзников при поражении. Даже в окружении русские продолжали упорные бои. Там, где дорог не было, русские в большинстве случаев оставались недосекаемыми. Они всегда пытались прорваться на восток. Наше окружение русских редко бывало успешным. Подводя итог, стоит отметить, что боеспособность любой армии мира можно оценить в реальной войне и в мирное время по следующим характеристикам. Боевой и численный состав, количество вооружения и техники и качество подготовки кадрового состава. А еще нам правда есть чем гордиться. И это не только наше субъективное мироощущение, но и мнение сторонних лиц, как показывает практика.